всем привет значит здесь я расскажу как настраивать под себя мою сборку вот вы скачали архивированный раром образ я разбил его на три части потому что несколько пользователей мне сообщили что образ большой качается долго и в конце там у некоторых бывали сбои поэтому я взял образ разбил на три части и за архивировал раром вот смотрите по любому по первому по второму по третьему образу нажимаете появляется значит менюшка открыть с менеджером архива и нажимаете на извлечь куда да сюда же вот он практически извлек из архива этот образ здесь вот идет шкала а пока там значит он извлекается мы сейчас откроем посмотрим контрольную сумму контрольная сумма у нас для этого архива вот такой вот маленькое чудо вот здесь значит написано по-русски но у меня почему-то не хочет воспринимать русский текст не настраивал пока еще и так в данном случае для нас важнее всего это вот это вот контрольная сумма так что у нас тут осталось совсем немножко но подождем закрываем и вот здесь поскольку сборка то моя кликаете правой кнопкой мышки и вот здесь есть такая любопытная настройка проверить сумму вот эту сумму мы сейчас и проверим контрольная сумма у нас вот есть вот здесь и сейчас он подсчитает контрольную сумму того образа который вы скачали мы просто-напросто их сверим ну вот посмотрите d35 d35 2e dc 2e dc но в принципе тут уже понятно что все нормально а теперь дальше значит в зависимости от того где вы живете вам может потребоваться при настройках погоды указать индекс так вот конкретно показываю на примере это вот погода по ливерпулю значит я иду сюда вот в настройки и хочу допустим в настройках найти там но любой там русский город вот этот сайт он по россии вообще ничего не дает и надо идти вот сюда в за дот ком сайт вот на этом сайте значит вам нужно будет завести город ну завести его на английском языке ну я не знаю ну допустим давайте так вот в и нажимаем на поиск смотрим смотрим И вот здесь вот мы видим, что ход Владивостока, вот оно, мы его копируем и вставляем, допустим, вот сюда. Но теперь нам нужно будет убрать последние вот эти вот символы, вот, и тогда мы можем здесь уже смело написать. Код погоды Владивостока, берем, копируем. Вот теперь смотрите. Я заменяю код Ливерпуля, заменяю на код погоды Владивостока и закрываю. Теперь нажимаю сюда, видите, Владивосток. То есть вот так вот вы сможете установить погоду по ближайшему городу от вас или в том городе, где вы находитесь. Делается это вот таким вот образом. Только не забывайте, что вот двоеточие и все символы после него нужно убирать. И тогда все у вас будет нормально. Дальше, значит, как настраивать время, значит, я вам уже показывал. Значит, нажимаете Unlock, вводите, значит, там стандартный пароль у нас был, какой, User, User, по-моему. Здесь, значит, выбираете там любой часовой пояс, где там вы находитесь, там любой город. Ну, роли не играет. Значит, дальше. Желаете поменять время? Пожалуйста, меняйте время. Часы, минуты. День, месяц, год. Все можно поменять. Сделали. Заблокировали. Все нормально. А вот здесь всего человечка. Аккаунт details. Детали, значит, аккаунта. Вот здесь вы не сможете поменять имя пользователя. Это надо делать в другом месте. Но пароль, вот здесь пароль, вы сможете поменять. И когда вы его поменяете, он уже будет, как говорится, соответствовать. Вот, например, наш текучий пароль User. А вот следующий пароль у вас должен быть не менее восьми там букв или символов или чего угодно. Ну, допустим, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Тогда он дает только добро. А иначе вы не сможете изменить. Повторяете все дело снова. Пишет ОК. Нажимаете изменить. У вас будет уже пароль, который вы придумали. Я менять пока его не буду. Но если по каким-то причинам вам приспичит поменять имя пользователя, то идете вот сюда. Ну, опять я тут завожу. User. Здесь, значит, добавляете, допустим, нового пользователя. Можете дать ему стандартные привилегии. Можете дать ему привилегии администратора. Роли не играет. Ну, допустим, ну, не знаю, ну, что там придумать. Ну, давайте придумаем ему какое-нибудь имя там. Ну, например, скажем так. Саша. Да и здесь напишем. Саша. И добавим. Вот пользователь Саша создан. Значит, здесь вы отмечаете там, что, куда, к чему. Пароль. И здесь таким же образом устанавливаете пароль для Саши. И будете тогда уже входить под Сашу со своим паролем. Ну, значит, уже вот эти все мои настройки слетят. И вам придется, значит, настраивать систему под себя, под пользователя Сашу. То есть, не будет этих прекрасных настроек. Вот, например, не будет вот этого будильничка. Это надо будет вам тогда сами устанавливать и так далее. Пример. Допустим, я хочу создать звоночек. Ну, час 16.06. Я, значит, напишу 08. Значит, дальше пойду, чтобы он мне давал звук. В звуке, значит, я сделаю... У меня хранится все это дело... Ага. Не хочет. Так, а ну-ка, музыка есть. Ну вот. И, допустим, вот я устанавливаю... Гребенщикова, там, звуковой файлик. Город золотой. Закрываю. Значит, 8 минуточек. Ну, сейчас уже должен заиграть. Ну, и могу дать название там. И через... Там, 9 секунд, по идее, этот файлик должен заиграть. Ну, слышите, да? Это песенка Гребенщикова. Город золотой. Давняя, старенькая песенка. Ну, очень хорошенькая. Остановить можно так. И таким образом, вы, значит, сможете задать себе не просто на простой день, а можете задать на любое число, любого месяца. Единственное, чтобы при старте системы всегда стартовали эту программку. И тогда она будет у вас помнить вот все эти ваши настроечки. Понятно, да? Вот таким вот образом. Значит, поменять время я показал, как. Как изменить число, месяц там и так далее. Я все это дело показал. Как изменить пароль отсюда показал. Как изменить имя пользователя, значит, показал. Как пользоваться вот этой вот чудненькой программкой часики. По остальным программкам у меня в видеоуроках полно всяких роликов по программам. Я там рассказываю о них. Ну, а здесь вот видите, вот мы настроили на Владивосток. Вот, пожалуйста, на Владивосток настроены. Вот таким вот образом. Поэтому, значит, желаю вам всяческих успехов. И до новых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует...